А первым отчетом ролика хотел бы вам поставить очень интересный канал, называется Вонреал. Это канал моего знакомого. Он снимает на проекте Амазин Хлеплей на первом сервачке, где играю в принципе я. Канал реально очень интересный, классные видосики. Также он часто проводит конкурсы, поэтому всем советую подписаться на мой канал. Ссылка будет в описании под этим видео. Итак, пацаны, давайте я изначально вам расскажу все как было, как вообще все произошло и откуда у меня появилась данная машина и за сколько я ее купил. В принципе, сегодня я вам это все покажу и расскажу, поэтому не забывайте ставить лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Итак, пацаны, получается я купил машину мечты. Какая машина, вы уже может быть догадались, либо по превью, либо по названию ролика, я точно не знаю. Но машина реально очень классная, просто я от нее кайфую. И, блин, продавать ее не собираюсь вообще абсолютно. Получается, я катал рейсы и хотел купить себе Ешку, как я и говорил в видосе последнем. То, что я хочу 3S3 пятерки поставить на новую Ешку. Я катал рейсы, мне осталось буквально там 200 тысяч, чтобы уже купить эту машину. Я такой еду, думаю, блядь, ну куплю я эту Ешку, поставлю номера. Но она же будет скучная, потому что у меня нету ни нитро, ни аудиосистемы, ни третьего чипа. Ничего в ней не будет, вообще. Она будет просто скучная машина. И я подумал, что, блин, если брать, то что-то хорошее. Поэтому я взял и продал машины Фомы. Две штуки. А именно, две Ламборгини я продал, чтобы купить себе новую машину. Пацаны, насчет Фомы я вам чуть позже объясню, почему я продал эти машины. Поэтому смотрите ролик от начала до конца обязательно, чтобы понять всю суть данного ролика вообще. Получается, я поехал в банк, продал две Ламбы и снимал деньги. Самая запара была в том, что сообщака можно снимать один лям всего лишь. И мне приходилось постоянно по ляму снимать. Ламбы я покупал за 20 миллионов. Я их продал и мне пришло 14 миллионов за одну Ламбу. То есть я получил 28 миллионов. И у меня было там почти 12 миллионов на руках. Итого у меня было там 43 миллиона рублей. Но это довольно-таки неплохая сумма. И я начал искать машину. Искал я машину примерно два часа. Я хотел себе, даже не знаю, что я хотел изначально. Я искал просто машину с аудиосистемой. Такую, какая мне понравится. Но мне постоянно предлагали там, получается, Ешку с аудиосистемой старую. Либо елик старый с аудиосистемой. Либо новый елик с аудиосистемой. Но новый елик стоил дорого. И мне не хватало нового елик с аудиосистемой. Да и в принципе мне этот елик не нравится. Поэтому я бы, если бы даже у меня были деньги, я бы его не покупал. И я начал искать BMW M5 и 60 с аудиосистемой. Искал я где-то час. И вообще мне никто не писал. Просто никто не писал насчет этой машины И я уже думаю, бля, ну пиздец Думаю, вообще ничего не куплю себе И тут в один момент мне пишет подписчик Просто, большое ему спасибо Я его ник, честно, не помню, но я думаю Если он смотрит ролик, он поймет Он мне пишет то, что Кирюха, вот тебе могу продать BMW M5 E60 с аудиосистемой Я такой говорю, ты уверен то, что у тебя E60? Я подумал то, что у него Изначально F90, потому что Я видел наношение F90 с аудиосистемой И он говорит, я уверен то, что E60 Я ему пишу, едь к татарке Арзамаса Он, короче, приехал Я посмотрел эту машину и в итоге Купил у него за 33 миллиона рублей Хотя изначально он мне ее предложил за 35 Он мне уступил, получается, 2 миллиона Я купил у него эту тачку за 33 миллиона рублей Ну и, конечно же, я потом Поставил на эту тачку номера Трест и пятерки, они просто туда встали Очень классно, пацаны Они просто как родные там встали Очень классно спортится, машина на этих номерах Выглядит очень классно Ну и вот эта замечательная машина BMW M5 E60 Кто не знал, вдруг То это мой любимый просто кузов у BMW Да и вообще, в целом, это моя самая любимая машина Которая мне нравится больше всего в жизни просто Я люблю эту тачку Просто обожаю внешний вид Как по мне, это просто самая красивая машина в мире, пацаны Я об этом всегда говорил Говорю и буду говорить Потому что внешне это просто охуенно машина Насчет механической части Я, конечно же, не знаю, потому что у меня нет этой машины в реальной жизни Поэтому об этом я ничего сказать не могу Но внешне, пацаны Ну это просто ракета Это просто пушка Внешне она мне очень сильно нравится Блин, это самая красивая BMW Это самая красивая тачка просто в мире Лично, по моему мнению, у каждого как бы свой вкус Каждому нравятся разные машины Но для меня это просто идеал, пацаны Так, давайте я вообще расскажу, что есть в этой машине А лучше покажу Как видите, я поставил сюда номера 3М3 пятерочки Ну, пацаны, я считаю, что это идеальные номера для этой машины Конечно, было бы пизж, если были бы 3М3 пятерочки Было бы вообще охуенно Но эти номера тоже неплохо смотрятся Давайте посмотрим, что у него по карпасу Я на ней уже катаюсь, по-моему, третий или второй день Целка уже 91 надо будет подчинить Потому что я на ней люто гоняю Просто лётою И есть здесь всё, кроме получается чего Ну, кроме развала Но его как бы нельзя поставить Ну, а так здесь есть просто всё, пацаны Чтобы вы понимали, здесь есть даже гидравлика Вот, видите И я её снимать не буду, потому что Ну, это прикольная тема, пацаны Гидравлика Прям по кайфу просто Реально просто по кайфу Да, по сути, это беспонтовая хрень Но, мне кажется, это BMW M560 Единственная серваке, у которой есть гидравлика Возможно, я, конечно, ошибаюсь Но, мне кажется, реально только в этой тачке есть гидравлика Здесь, кстати, номера стояли Тём 3 пятерки Типа, Тёма, 3 пятерки Они сейчас в гости, поэтому Кому они, в принципе, надо Можете их ловить Потому что я поставил себе другие номера Но тачка реально огонь, пацаны Реально очень классная тачка Но, пацаны, у меня есть ещё одна BMW, получается Тоже M5 E60 С нейтросиком Но Там стоят номера AMR-8 И, скорее всего, на днях Я сниму эти номера И просто продам отдельное BMW А номера уже потом поставлю На какую-то другую машину Либо на Maybach Возможно, на новую E-шку, кстати, поставлю Точно я не знаю Просто они будут у меня в инвентаре лежать Номерайте, я продавать не буду Есть нейтросик Есть гидравлика, в принципе Есть аудиосистема, конечно же Конечно же, пацаны, есть аудиосистема Как бы без аудиосистемы я бы её не покупал Потому что Мне была важна именно аудиосистема Потому что у Глеба когда-то была Получается BMW E5 E60 с аудио И я тоже себе хотел такую тачку Но у меня не было денег И тут я всё-таки психанул Продал машины Фомы Две штуки И купил себе вот эту замечательную машину У меня оставалось, по-моему, 10 миллионов И я эти 10 миллионов положил, если что Обратно в семью И купил новые машины в семью Давайте я всё-таки теперь расскажу Зачем я, как бы, продал машины Две ламбы Ну, потому что, во-первых, мне нужны были деньги Тем более, эти машины я покупал после ГО У меня было там 250 миллионов, по-моему И я деньги тратил на машины Я, по-моему, потратил где-то 150 лямов Чтобы купить новую машину Что-то около того Поэтому я имел право это сделать Как бы, потому что я их и покупал Эти машины Во-вторых, как бы, эти машины постоянно валяются Везде просто постоянно валяются И вы все это прекрасно знаете То, что машины Фомы Постоянно валяются везде поломанные И то есть, ну, смысл тогда покупать машины Там за 20, за 30 миллионов Фомы Цель, как бы, машины семьи Это просто взять ее, доехать куда-то и бросить Вот, весь смысл Просто взять, доехать куда-то, куда тебе надо И просто ее бросить И все Весь бензин, поломанный Вообще, похуй всем Сколько я раз не говорил Не бросайте машины, где попало Заправляйте Всем похуй, понимаете? Всем просто похуй У нас сейчас много людей, кстати, в семье Вот, F-P-NU даже пропишем 237 человек Я сейчас активно занимаюсь семьей Всех принимаю Поэтому, кто хочет в семью, можете к нам, как бы, приходить Либо мне в ВК писать Либо ждать, когда я в игре буду делать набор Вот, как бы, онлайн у нас в семье сейчас 38 человек Максимально онлайн у нас недавно был 78 человек В семье Одновременно было в сети Это довольно-таки неплохо, пацаны Вот, кстати, машины заспавнились Не все, правда, заспавнились Но заспавнились Короче Что я, пацаны, сделал? Я, получается, продал деламбы И я перед этим еще Rolls-Royce, помните, продал Чтобы оставить компанию И вместо этих машин я купил, получается, вот, два волчка И купил два вот таких Nissan Titan Очень охуенно машина Вот эта, кстати Я, может, даже себе ее куплю И сюда МР поставлю на эту тачку Потому что Nissan Titan Ну, он внешне вообще пиздатый Ну, типа, мне нравится тачка Реально, мне тачка очень нравится Но я бы хотел себе Nissan Titan с Nitro и гидравликой Это было бы вообще очень круто Поэтому, пацаны, у кого есть вот эта машина Хотя бы с Nitro То напишите мне в ВК Я у вас куплю Отвечаю просто У вас заберу эту машину с руками и ногами Если у вас есть Nissan Titan Либо с гидравликой Либо с Nitro Обязательно пишите мне вконтакте Я у вас ее куплю Потому что мне эта машина очень сильно понравилась И я реально себе захотел ее купить То есть я потратил на эти машины 10 миллионов Ну, на 4 тачки вот эти Как бы эта машина для первого ранга Потом Raptor для первого ранга Елик, BMW И, по-моему, вот эта машинка Titan Это уже третий ранг Я, конечно, хочу, чтобы у нас был Самый охуенный автопарк Типа, на серваке Но, блядь, пацаны Я не могу сам тянуть это все Я не могу, понимаете? Я уже заебался деньги в семью вкладывать Постоянно просто Постоянно, блядь, деньги вкладывать в семью Мне не жалко, пацаны Я готов там закинуть 5-10 лямов Но этого не хватит, чтобы купить Новые пиздатые машины Если в сейфомой скинуться Без проблем Без проблем, пацаны Я бы хотел, знаете, что сделать? Вместо, получается, вот этой машины Елика Купить елик 4х4 Потом, вместо лачков Купить, получается, 2 ешки 2 ешки новые Было бы охуенно, пацаны Согласитесь Но, блин Но на это надо, пацаны Сколько получается? Если я продам 2 елика И 2 вот эти машины То получится Сколько? Получится где-то 20 миллионов, пацаны Но, чтобы купить 2 ешки новые И 2 новых елика Это нужно 74 миллиона Нужно, чтобы купить Получается, 2 ешки И 2 новых елика 4х4 К нам в семью Поэтому, если мы в сейфа мы скинемся Без проблем Я куплю Я сам закину 5 лямов Чтобы мы купили Как бы новые тачки Но, пацаны Я не буду сам Вкидывать там 50 миллионов 70 лямов Чтобы купить эти машины Вот это прикол просто, пацаны Смотрите Преспаун был машин И сейчас происходит полная жопа Давайте я малым заспауну Посмотрим, он разлетится или нет Вот это прикол, пацаны Вот это вообще то, что надо просто По красоте Просто заебись Реально просто заебись Так, давайте, ладно Я заспауню машину У себя дома в гараже Так, дома в гараже Пиздец И что делать, ебать Вот этот Nissan Titan Реально мне очень понравился Вот в чем вообще плюс, пацаны Мне кажется, эта тачка Даже лучше, чем Raptor По скорости Они примерно будут одинаковые Потому что тачка Едет 178 По-моему Это без чипа С чипом она будет ехать 200 с чем-то Примерно так же сам, как и Raptor Но чем лучше эта тачка, пацаны Тем, что она 4х-песная Это во-первых Во-вторых У нее кузов тоже вот такой вот есть Сюда тоже могут садиться люди Как бы Только здесь кузов больше То есть поместится больше людей Эта тачка просто идеальна Для того, чтобы ездить там на ВЧ Либо на какие-то разборки, пацаны Поэтому Блин, я считаю то, что Можно даже Raptor продать В принципе И купить что-то другое Потому что Зачем нам 4 пикапа в семье Но это чуть позже будет, пацаны Сейчас я хочу больше заняться компанией Об этом тоже будет отдельное видео Поэтому Вот, в принципе, как-то так Но, пацаны Вот напишите в комментариях Какая вам тачка больше нравится внешне Nissan Titan Либо Raptor Мне больше нравится Nissan Titan X-Class вообще там сосет в сторонке Против Nissan Titan Я лично считаю Потому что Mercedes как бы Такое себе А вот Nissan Titan Если еще сюда аудио поставить Это вообще будет охуенно Надеюсь, что на Venti будет аудио Я себе куплю Nissan Titan с салона И поставлю на него аудиосистему Вот это будет реально очень круто, пацаны Все Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok